Ученые Казанского федерального университета совместно с коллегами из Японии и Таиланда реализуют совместный проект, который нацелен на сохранение генетических ресурсов птиц, находящихся под угрозой вымирания. Проект отправили на участие в конкурсе для получения гранта и выиграли, получив поддержку консорциума «Научное и инновационное пространство Восточной Азии» и Российского фонда фундаментальных исследований. Мы же ученые и нам интересно, как так называемые, высокоимпактные исследования. То есть это исследования, которые дают нам преимущество в плане науки, где у нас есть хороший задел или оригинальный материал. И так получается, что здесь мы оказались самыми универсальными, мы казанцы, потому что у нас есть аппаратура и навыки, которые способны анализировать от микробов до человека. То есть мы здесь универсальны. А вот коллеги наши из Японии, они как раз специализируются, вся лаборатория специализируется на развитии птиц. И это то, что они могут делать очень хорошо. И главное, это крайне благодарный объект. Потому что задача, которая поставлена, сохранять разнообразие и получить новые репродуктивные технологии через генерацию этих клеток плюропатентных, она в мире не решена. И кажется, есть эта платформа, где, объединив усилия, можно сделать такой очень интересный прорыв. Это актуальная, не решенная проблема науки. Исследования ведутся в различных лабораториях мира, но до сих пор нет стабильного протокола. Объединение усилий казанских ученых с коллегами из Японии и Таиланда помогут ускорить процесс исследования. Таиланд в этой схеме не наименее технологически развитый в плане этих омиксных, например, технологий клеточных. Чисто потому, что это реальность жизни. Но у них крайне важная функция работы с биоматериалом, потому что этих уникальных птиц нет нигде, кроме как у них. Японский коллектив имеет уникальные навыки работы с клетками птиц. Этого никто не может. А мы, честно говоря, самые заменяемые, самые универсалы. То есть мы биоинформатики и омиксные технологии. Работа коллектива взаимодополняющая. Японские коллеги разрабатывают видоспецифичные методы программирования клеток. Коллектив из Таиланда получает клетки редких видов птиц. А коллектив Казанского университета проводит анализ активности генома в процессе перепрограммирования клеток, а также изучает генетическую регуляцию спячки эмбрионов. Генетическая основа вот этой эмбриональной спячки. То есть у птиц вот эта особенность, когда их можно сказать, ну-ка, спите, температуру понизил, эмбрион развиваться перестал. Беременность не за 9 месяцев, а за 27, без плохого влияния. Вот этот вопрос, он вообще открыт. То есть птицы — это модель. И даже курица, вот эти павлины и курицы — это просто очень удобная модель. А знание того, как можно температурой сказать геному «ну-ка, замолчи», — это знание, которое нужно всей науке, в общем-то, всему миру. В отличие от других теплокровных видов, такие скачки температуру не оказывают вредного влияния на эмбрионы птиц. И поэтому получение знания помогут оптимизировать подходы к долгосрочному хранению половых клеток. Лилия Талипова, Универньюс. Лилия Таляма Продолжение следует...